Сучасное мастатство перестает быть статичным и нерухомым. Сегодняшние творцы, те, кто творчость заховывает, с встречи с пригожем переутворяют уековый и корыстный интерактив. Вот эти юные пинские мастаки смогли не только докрануться до пригожиха и вечного, но и сами створить мастер-классу, который был наладжен с нагодой открытия выставы живопис у польского мастака Мирослава Здрайковского. Его провела главник музея в Бельске под Ляшским Алина Дымбовская. Мы специально обрали такую форму мастер-класса, чтобы это саправдой узор ужиткового мастерства. Мастерство для всех. Виновата тому это важно и корыстно. Так каждый сможет продемонстрировать свое мастерство. Пенчуки не один, кто принял удел в польском мастер-классе. Малеванием полотна, узорами изнародных ручников уже занимались дети с Бреста и Гродна, а так само Польша, Украина, Греции, Турции, Германии и других стран. И это не выпадково. Подляшский музей, куда съезжаются наведывальники из всего света, мая наибольшую в Польше коллекцию народных ручников. Девять из них были представлены в Пинском музее у межах новой выставы. И еще 18 работ польской экспозиции склали картины уродженца Бельск-Подляшского, мастака и иллюстратора Мирослава Здрайковского. С Турчком для сегодняшнего выставы была частка ручника, який я знайшов у мамы в шафе. И он был отрезан от целого ручника. Але наиважнейший орнамент – коронки заховались. Так, однойчас заховавший фрагмент семейной спадщины, польский мастак вызначился с направлением своей мастерской деятельности. Выником стала выстава живопису в выгляде полотняных ручников, на которых можно увидеть весь традиционный цикл жития Жихарова-Подляша – родимый мастака. Неколькие картин руки Здрайковского присвечены образам. Особное место належит выяве Божьей Мати. На полотнах польского мастака Божья Матя так само держит ручник – символ сбережения народной культуры и исторической спадщины.